Очень яркое солнышко, сегодня светит, середина февраля И наши клиенты задумывались о том, какие бы самые интересные и самые лучшие велики купить в этом году Итак, 50 тысяч. Вот этот велик я нашел и привез дешевле, чем за 50 тысяч Что можно в этом диапазоне посмотреть? GT в Trialsport на убитых втулках, которые изначально уже мертвые И вилочка там самая простая, и навесочка турней Можно посмотреть какую-нибудь Merida Какую-нибудь Merida или какой-нибудь Cannondale За 60, за 70, за 80 На них будут тоже самые дешевые втулки на шарах стоять И, соответственно, вилочка простенькая И все это тоже достаточно быстро умирает То есть те, кто покупали в прошлом и позапрошлом году Cannondale и Merida Приезжают к нам, мы их перебираем, и там все печально А здесь у нас формат 14-11 И стоит он меньше полтинника И в чем его вообще преимущество? Почему это самый удачный велосипед в этом году? Потому что здесь вилочка RockShox То есть это вилка Алюминиевые штаны Хорошие ноги Эта вилка будет работать На нее есть ремкомплект Ее можно починить, и она реально пружинит То есть это не какой-то синтур, который через год-два Короче, портится совсем А вилочка, которая нормально работает Посмотрите, как она мощная Хорошая, с блокировочкой И все круто То есть преимущество этого велосипеда То, что у него есть вилка, которая реально работает И которая не сломается И которую можно потом обслужить Дальше Ну тут понятно, что алюминиевая рама То есть руль не 2 килограмма Не СТГшный, как там на стингерах На каких-нибудь нормальный подсидел Стоит, да? То есть подсидел здесь стоит Двухболтовой Это хорошее преимущество Здесь у нас колеса на промах То есть и переднее колесо И заднее колесо под кассету Заднее колесо под кассету И оба колеса на промах Это значит, что вам их будет очень легко И недорого обслуживать То есть вы просто катаетесь Много лет, да? Или 2-3 года, если в грязь Или 5-10 лет, если в сухую погоду И, соответственно, просто Вынимаете промах Вставляете новый Ничего не надо переспецовывать Ну, обычные обода Формат Двойные, высокие достаточно Не пистонированные Но достаточно прочные Дальше Здесь у нас каретка на промах На внешних подшипниках Под пустотелую ось Ну, то есть модно, круто Все как любят Сейчас вот это вот дело Вот они вот такие вот и есть Что еще? Значит, тормоза у нас Текра Это, конечно, фигово То есть это большой недостаток Потому что Текры живут 2-3 года А то и меньше И потом начинают течь Но зато они дешевые Соответственно, вы катаетесь В зависимости от того В какую погоду Как много вы катаетесь Вы берете И потом через 3-5 лет Тормоза меняете На что-то более-менее приличное По трансмиссии Задний переключатель Как у нас сейчас все любят Это девяточка Девяточка монетка Алтус А вот задний переключ Посмотрите, какая красота У нас здесь Самый настоящий Цельно-алюминиевый Шамана Диор Стоит Сейчас переверну На ту сторону покажу Нормальный Диор То есть у него здесь металл Здесь металл Здесь металл То есть он цельнометаллический Это верхний уровень Прогулочного сегмента Так сказать То есть почти профессиональный Переклюк По нашему опыту Служит такой переключатель 9 лет А то и 10 лет Если его не ронять Если его не бросать Если никуда на нем не падать Все с передней подводкой Как вы видите Все красиво Такой переключатель Самый лучший Из того, что можно купить В бюджетном сегменте То есть мы получаем Трансмиссию Впереди Одна звездочка Звездочку можно менять Подобрать под себя Побольше, поменьше И так далее Чтобы поменять звездочку Нам не нужно снимать шатуны Не нужно вытаскивать каретку А дальше Если нам нужно снять шатуны Они очень легко разбираются В домашних условиях Обычным мультитулом Можно снять и вынуть шатуны И поменять звезду И все это сделать Дальше у нас сзади девяточка Огромнейший диапазон Здесь кассета Я не знаю Тут на 36 Наверное Если не на 42 В общем, огромная кассета То есть все, как сейчас все любят И, конечно, колеса 27,5 Все вообще красиво И резина Ну, такая вот простенькая резина CST Jack Rabbit Универсальная резина В мелкую такую шашечку И для асфальта И для грунта Все замечательно Сидушка Унисекс И для мужчин и для женщин Внутри Паралончик Мягкая То есть здесь не гель Здесь паралончик Грифсы На лаконах Такой короткий вынос Это у нас L Или M Сейчас я уже забыл даже Это у нас L 27,5 Вот в такой вот конфигурации То есть очень удачно Очень хороший велосипед Отлично сбалансированный То есть до 50 тысяч Вы не найдете ничего лучше вообще В принципе Потому что мы посмотрели Подбирали под клиента Не нашли вообще ничего Более удачного Никакого стелса Никакого формата Никакого GT Там Мангуса И так далее Вот это самый лучший велосипед Из всего что сейчас есть На рынке В этом году За эти деньги Значит по недостаткам Поехали Дырка в раме Раз Вот там вот внизу Здесь вот внизу Дырки есть И их надо обязательно Заклеить Залепить и так далее Иначе у вас в каретку Полетит вся грязище Тормоза Тормоза Текра Тормоза Текра Живут недолго Сразу это учтите Чего вам не говорили Это все таки Не Шимана И не Срам Все Больше недостатков нету То есть вы купили велосипед У вас вилка работает Представьте у вас есть велосипед На котором работает вилка Это же круто Дальше у нас тут Типа скрытая проводка Видите да Вот Скорости заходит сюда А гидравлика все равно Пошла по наружке Ну это такой Косметический недостаток Скажем так Было бы конечно круто Если бы гидравлика шла внутри Но это вы можете сами Обратиться в любую мастерскую И вам За совсем небольшую сумму Перетянуты Заново прокачают ручку Вот и все То есть Офигенный И цвет приятный Есть еще такие же В красном цвете Самая удачная модель Ух ты как У нас там лед Падает на крыше Все тает Все готовятся К покатушкам В общем если Надумаете Пишите Расскажу подробнее Про велосипед Мы в том году Собрали таких Наверное штук 10 Вообще по ним Никаких претензий нет За исключением того Что нужно обязательно Закрывать отверстие в раме Чтобы не попадала туда Вода Именно не текла она В каретку У каретки наверняшних подшипников Соответственно тоже Вода это не страшно Потому что пыльники Там внутри достаточно хорошие Субтитры сделал DimaTorzok